День с толком Срывало крыши, штормовой ветер стал причиной дорожных и коммунальных аварий Техника готова, но резервов может не хватить Под Тальменкой прошли традиционные учения по паводку Он не знает ни чинов, ни имен Почему туберкулез до сих пор может стать проблемой каждого? Что ж, судя по всему, сегодня в Алтайском крае наступил 114 день зимы И от этого уже срывает крышу В прямом смысле, сегодня в Барнауле на нескольких домах снесло кровлю На трассах аварии Коротко о погоде и происшествиях расскажет моя коллега Ирина Корчагина Огромная пробка движения на выезд из города перекрыта Так началось утро в Барнауле Еще одна фура сегодня перекрыла движение на трассе Бейск-Барнаул в районе Плешково Из-за метели и нулевой видимости в регионе шесть автомобильных дорог оказались просто парализованы Двое мужчин из села Черышское даже решили в такую погоду отправиться в путь на мотоблоке На ветер на мотоблоке не смогли двигаться все Ветер такой силы, что он просто ехать не может Развернулся спиной На улице Георгия Исакова дерево оборвало электропровода На Антона Петрова кусок кровли упал на припаркованный автомобиль На Сизова снесло крышу частного дома Крышу унесло и на здании на площади Победы Пострадало три машины В это время в Барнауле даже обнаружили всадника апокалипсиса Это видео также появилось в соцсетях Синоптики предупреждают, что и завтра не стоит расслабляться В крае прогнозируют снег с дождем, гололедицу ветер, местами туман В МЧС рекомендуют воздержаться от дальних поездок и прогулок А в случае ЧС обращаться по телефону 101 Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День Столка Поводок этого года может оказаться сложным Так считает главный синоптик Сибири Александр Люцигер Осенние дожди излишне насытили почву влагой Поэтому весной грунт больше не готов принимать воду Все это может привести к подтоплениям Между тем к паводку в регионе готовятся Даже несмотря на сегодняшние погодные условия В МЧС провели ежегодные учения Под Тальменкой побывал также губернатор края Посмотрел и узнал от спасателей, что техника в порядке А вот резервных материалов и денег в селах не хватает По сценарию любитель рыбалки обернулся подводником На субмарине ВАЗ-2104 ушел под лед Спасатели силами техники и аквалангистов Вытаскивают и хозяина, и машину Идут учения Губернатор смотрит Поводок близко Хотелось бы очень показать, как все это выглядит с высоты птичьего полета Но Тальменская весенняя погода, вот видите, руки замерзли, даже не могу кавычки показать Просто поражает Здесь ветер до 20 метров в секунду, мокрый снег По воспоминаниям опытных сотрудников МЧС Такое на учениях по паводку вообще впервые Генерал-майор Александр Макаров показал главе региона личный состав и технику Рассказал о готовности людей и машин к паводковой войне Пять оперативных групп, личный состав обучен, в том числе и на работу, и аттестован на работу именно с бесплодной авиацией Потому что все-таки авиационная техника требует определенных допусков разрешений Время готовности оперативных групп 10 минут, через 10 минут личный оперативный групп побывает Совещание перенесли в полевой штаб Там сотрудники МЧС рассказали, что полностью готовы к паводку Пока не все города и села, но время есть Кстати, в этом году в зону первой и второй волн паводка могут попасть более 180 населенных пунктов В которых проживает свыше 45 тысяч человек Поэтому сейчас все службы региона активно готовятся к паводку Например, спасатели распилили более 100 километров льда А вот что делали руководители муниципалитетов, неясно Деньги и материалы, которые выступали резервами на случай ЧС, убывают Муниципальные образования, финансовый резерв, которых менее 300 тысяч рублей Не смогут обеспечить проведение первоочередных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций Каждые полгода наблюдается снижение и без того минимального количества фактических сложных резервов Материальных ресурсов, муниципальных образований Спасатели обратили внимание губернатора В случае, если паводок повторится в формате 2014 года Больше 10 муниципальных образований не будут обеспечены материалами Все от того, что в крае нет достаточного количества поставщиков нужных товаров Но хоть техника готова Если у сел нет финансовой подушки, на помощь придет хотя бы воздушная Андрей Дриер, Николай Шилко, День с толком Александр Карлин не сможет попасть на Украину в ближайшие три года Бывший губернатор Алтайского края угодил под санкции Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил так называемый черный список В который попали 81 юрлицо и 26 граждан Среди них Александр Карлин Напомним, сейчас он входит в Совет Федерации Так вот, в ближайшие три года Карлину запрещено посещать Украину Выводить капитал из этой страны Участвовать в приватизации и аренде госимущества Также, если у Карлина имеются какие-либо активы на Украине, их должны заблокировать Продолжим, 800 километров алтайских автодорог в 2021 году ждет преображение Их подлатают или построят заново В региональном Минтрансе уже составляют карту работ А вот в лаборатории ведомства тестируют новую аппаратуру Специалисты обещают, что с ней будущие дороги станут прочнее Анастасия Дороган узнавала, как это работает Сезон повышенной осторожности на дорогах начался И дело даже не в гололёде Вместе со снегом тает асфальт, обнажая ямы Павла Великмалахова, солнечная поляна Ямки есть, попадаются, но не страшно Я вот сегодня на Южном ездила, и там вообще кошмар Там и ремонта давно не было, да? Там его никогда, я думаю, не было На Южном очень плохо В центральной улице все хорошо сделаны Стоит только куда-то во двор, всё, там невозможно В Барнауле в этом году должны обновить 20 километров дорог По краю рабочие пройдут 800 километров И качество этих дорог должно быть лучше При их строительстве будут использовать новую технику, например, эту Здесь нагревают и исследуют битум Динамические свойства битума Мы при помощи данного нового оборудования можем определить Сколько он прослужит и как надёжно у нас будет себя вести дорога Ещё один новичок нужен для другого рода испытаний Здесь подбирают лучший рецепт асфальта Смесь из песка, щебня, битума помещают под импровизированный каток В такой кабине происходит укладка под прессом Но уже остывший образец вновь давит В этом боксе его проверяют на прочность и долговечность Колёса с определённой нагрузкой Вот этот нагружающий элемент Имитируют проходы тяжёлых машин По каждому куску асфальта 20 тысяч раз проезжает 70-килограммовый груз Пропорции ингредиентов, которые дадут лучший результат, пропишут в технологию Здесь уже создали 30 образцов И это не предел, выбрать есть из чего На Алтае 11 карьеров песка и щебня Их порода определит качество дороги Прочность, морозостойкость, соответственно зерновые составы Соответствуют они нормативам, либо нет Содержание зёрен лещадной формы К началу ремонтно-строительных работ испытания точно завершат Выйти на дороги, как обычно, планируют в мае Дорожная тема звучала и во время общения губернатора с жителями края Виктор Томенко провёл личный приём граждан по поручению президента Например, принял у себя бизнесмена из Завьяловского района Мужчина занимается сельским хозяйством В его подчинении 170 человек А проблема, как всегда, с дорогами Дороги оставляют желать лучшего Это вот трасса именно Завьялово-Родина Вот просьба я к вам, чтобы вы помогли нам отремонтировать Дорожный фонд хорошо наполняется Опять федеральное правительство нас слышит Поддержку оказали и в прошлом году, и в этом году И мы денег много Выделяем их, как говорится, всегда не хватает Но сегодня наши дорожные строители, все, кто там работы ведёт Ремонтные какие-то, по реконструкции дорог, мостов и так дальше Все загружены, так сказать, по полной программе Займёмся Я дам поручение Министерству транспорта края Чтобы вопросом этим занялись Также к Томенко обратились с просьбой помочь в благоустройстве Нескольких придомовых территорий в посёлке Южный Губернатор пообещал проконтролировать выполнение работ по программе «Комфортная городская среда» Центральный районный суд Барнаула вынес приговор виновнику автомобильной аварии В результате которой в сентябре прошлого года погиб вратарь хоккейного клуба «Динамо Алтай» Вадим Орехов За рулём в тот момент был его товарищ по команде, голкипер Вадим Тимченко Его обвиняли в нарушении правил, повлекшем смерть по неосторожности Известно, что Тимченко сел за руль в состоянии алкогольного опьянения Из-за этого не справился с управлением, налетел на бордюр и врезался в стойку От сильного удара Орехов скончался до приезда медиков Тимченко госпитализировали Спустя полгода после ДТП ему вынесли вердикт 5 лет условно Вдова Вадима Орехова недовольна приговором Она считает, что приговор оказался слишком мягким А Краевой суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу барнаульской супружеской пары Которая купила квартиру, а позже узнала, что жильё им не принадлежит Напомним, о громком мошенничестве в Барнауле стало известно в конце февраля По решению индустриального суда, жильё стоимостью почти в 4 миллиона рублей Должны были вернуть законные владелицы Помогла ли в этом вопросе апелляция, расскажет Валентина Аскерова Таков вердикт Алтайского краевого суда на историю, в которую попала супружеская пара Софья и Егор Мистер В конце 2019-го супруги купили квартиру в спальном районе краевой столицы Через некоторое время выяснилось, что свыше 3 миллионов рублей они заплатили в пустоту Уже тут планировали ремонт В один из вечеров к нам приходит женщина Постучалась в дверь, всё Говорит, я собственница Вы, говорит, квартиранта Мы сначала говорим, нет, мы, наверное, куда-то ошиблись квартиры Она нет, всё, 69-я Я собственница квартиры Мы говорим, ну мы её купили Она говорит, как так, я её сдавала Я очень долго лечилась, если честно, у нейролога У меня анимевала просто вся левая часть И до сих пор, и даже будучи беременна, лежала на сохранении Оказалось, последние арендаторы без ведома собственницы подделали её паспорт Затем продали квартиру перекупщику, он, в свою очередь, Софье Егору Настоящая хозяйка квартиры подала на супруга в суд и выиграла Софья и Егор подали апелляцию, но краевой суд лишь укрепил решение индустриального суда В зале Краевого молодые люди сегодня не присутствуют, стараются оградить себя от негатива Через пару недель у них родится первенец, а вот адвокат семьи прокомментировал судебный вердикт Квартира подлежит передаче, мы на сегодняшний день ещё проживаем в этой квартире Но со стороны будем договариваться относительно способа передачи, сроков передачи Сторона ведёт себя адекватно, противоправных действий по принудительному усилению не предпринимает Адвокат также пояснил, что в дальнейшем будет направлен иск к перекупщику, который изначально не проверил достоверность документов продавцов Семья также пытается взыскать компенсацию с государства в размере причинённых убытков Так как недвижимость изначально выбыла из собственности незаконным путём Мы продолжим следить за этой громкой историей Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, День с толком Сегодня во всём мире отмечают День борьбы с туберкулёзом Нельзя сказать, что это праздник, скорее повод задуматься о своём здоровье Ведь туберкулёз нельзя назвать болезнью маргиналов, например И может заразиться кто угодно Ирина Корчагина продолжит тему Чёрная – это хорошая ткань, это здоровая ткань лёгкого А белая – вот то, что молью подщикано Это неживая ткань, она съедена уже туберкулёзом Это запущенный случай туберкулёза Таких пациентов лечат уже не стандартно 6 месяцев, а 24 месяца и более Тяжёлые пациенты принимают вот такое комбо препаратов ежедневно Их стоимость тянет на 200 тысяч рублей И такое может произойти с любым Туберкулёз – это не только болезнь вещь инфицированных и заключённых Каждый из нас уже инфицирован Я, вы, вся ваша съёмочная группа мирно сосуществует с микобактерией туберкулёза Которая живёт вместе с вами в ваших внутригрудных лимфоузлах Которую сначала вы получили вместе с тем, когда вы лазили в песочнице Облизывали какие-то предметы, были маленьким ребёнком И выработали свой естественный иммунитет Так вот, когда иммунитет снижается по какой бы то ни было причине Начинает развиваться своя микобактерия Либо когда мы находимся в контакте с суперисточником микобактерии туберкулёз Сегодня в регионе работает 5 противотуберкулёзных диспансеров В прошлом году в крае туберкулёзом заразились 1300 жителей региона Всего на учёте стоят 5000 человек Довольно высокие цифры Максимально поражена группа людей от 22 до 47 лет Туберкулёзная палочка, она вообще не признаёт Ни регалий, ни званий Заболеть может кто угодно Случится туберкулёз, может с каждым Другой вопрос, на какой стадии мы это выявим И как мы это вылечим, и будет ли этот человек опасен для окружающих Потому что та категория лиц сознательных, которые проходят флюорографию У которых выявляется туберкулёз и получают сразу же эффективное лечение Они не опасны для окружающих Сегодня врачи беспокоят, что туберкулёз становится лекарственно устойчивым Таких пациентов очень много, почти 40% В какой-то момент им просто уже не помогают антибиотики Возможно это следствие когда-то брошенного лечения Чтобы не доводить свои лёгкие до дыр, один раз в год необходимо проходить флюорографию Потому что на первых стадиях коварная болезнь не даёт о себе знать Ирина Корчегина, Алексей Фризин, День с толком Общение, необходимое как воздух Организация «Вместе против рака» впервые с момента начала пандемии Провела первую встречу для онкобольных Уже 23 года здесь помогают тысячам людей преодолеть тяжёлый недуг Один из видов помощи – консультация с психологами Во время тренингов больных учат преодолевать страхи и стресс На музыкотерапии побывала наша съёмочная группа За этой неприглядной дверью в самом центре города звучала не одна история о страшном заболевании – онкологии Здесь помогают поверить, что и с этим диагнозом можно жить Помощь психолога таким людям просто необходима Общественная организация «Вместе против рака» безвозмездно помогает им уже более 20 лет Правда, ковидный год лишил онкобольных людей главного – возможности общаться и поддерживать друг друга Снятие ограничений в отношении досуговых мероприятий – словно глоток свежего воздуха Берите в руки карандаш и рисуйте, даже если слёзы идут из глаз, говорит психолог А во время музыкальной терапии сдерживать их едва удаётся Кто-то из этих людей всё ещё борется с заболеванием, а кто-то в этой борьбе уже победил Людмила Ивановна – президент организации – яркий тому пример Пережила рак щитовидки, дважды её настигал рецидив и без сложных операций не обходилось И болезнь отступила Семь лет уже всё в онкологии считается Если в течение пяти лет не было рецидива, то ты уже являешься излеченным И у тебя, значит, так скажем, возможность данного заболевания так же, как у всех остальных, у которых этого заболевания не было В своё время Людмила сама пришла за помощью сюда И осталась С онкобольными здесь проводят не только психологические тренинги Им оказывают и юридическую помощь, а также физическую по дому Я сама на себе испытала тот страх, ту боль, то неумение справляться с теми или иными ситуациями Сейчас вместе с моими сподвижниками, с такими же, как я, или сопереживающими и прочее, помогаем другим От этого недуга никто не застрахован Поэтому, если и вам понадобилась помощь, не время опускать руки В общественной организации вместе против рака её обязательно окажут По статистике, ежегодно здесь помогает 10 тысячам онкобольных Анна Рашагирова, Александр Андропов, День с толком Благоустройство Мизюлинской рощи может обернуться потерей каждого четвёртого дерева Общественники собирают подписи под петицией, в которой говорится, что роща должна оставаться природным объектом Между тем, представители администрации города рассказали, что при благоустройстве постараются Сохранить максимальное число деревьев К примеру, если будущие дорожки, согласно проекту, пройдут по густо заселённой части рощи То строители рассмотрят вариант, как обойти деревья асфальтом Здесь большая тропиночная сеть, дорожная сеть Здесь, наконец, появятся велодорожки Потому что люди жалуются, что территория есть, а проехать на велосипеде нельзя Вот в данном проекте, наверное, важно было не навредить Потому что территория сложенная, жители её очень любят Напомним, проект Мизюлинской рощи стал победителем Барновольского конкурса на благоустройство территории На её преображение выделят 58 миллионов рублей За счёт этих средств территорию обещают существенно преобразить Главное, чтобы порядок был Ну и убрали сухие, которые опасные деревья Предполагаем, что здесь будет и освещение, наверное, и скамейки Потому что сами выигрывали гранты, скамеечки делали Но их оказалось мало и ломали, конечно По словам проектировщиков, все пожелания уже были заложены в эскиз Плюс здесь появятся три большие детские площадки, а дорожки покроют плиткой или асфальтом Окончательно планы доработают позже На данный момент проектная документация уже прошла согласование Подготовительные работы начнут примерно в начале мая Обновят рощу до 1 сентября А на этом у меня все новости Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545 А далее прогноз погоды Спонсор прогноза – компания «Эвалар» До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok